Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Среди аварий на Чернобыльской атомной деке... ...в городе Киеве". СМЕХ СМЕХ Хочешь, я вам скажу, что я трачу в правду. Ха-ха-ха! Еще! Можешь прямо сейчас. Начинайте во мне думать. На все прошу у вас одна минута. Раскола! Раскола! Я даже не думал, что может быть такой красивый. Этот старый солдат у нас погиб. Доктор, здесь человеку плохо. А вы почему стереться? Вы здоровы? Да, почему бы спрашивать? Где Игорь? Калюкласса. Неужели все так серьезно? Полетят только добровольцы. Разрешите готовить машину к полету? 24-45-й. Вы на точке. Сейчас будет объявлено посадка... В больницу начали поступать пациентов с явным признаком облучения. Дверками моими. Ничего не случилось? Гровь! Кровь захватите! Третья группа... ...палу-богу-долу... ...нашли! Обязательно позвали в правду после 20-го числа! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, ребятки, с буквами поаккуратнее, за это все хозяйство, между прочим, я отвечаю. Давайте. Так. Принимай, принимай. Давай, давай, давай. Ну, аккуратнее же, ну, с тряпочкой, ну, я же сказал. Ну, она нам еще на будущий год пригодится. Вот так. Давай. И, ребята, чтобы к обеду все это было готово. Марина Петровна! Марина Петровна! Это кто же нас, кто дисциплинин, пуреганик, да? Слушайте меня внимательно. Кто же может попасть в список тем, которые будут предложены вам для сочинения? Аля Широкова! Я тоже очень люблю весенний Киев, но сейчас мы говорим о предстоящих экзаменах. Извините, Нина Афанасьевна, но я все равно выберу другую тему для своего сочинения. Водка. Ну, это, конечно, твое право. Мне просто интересно, почему. Мне кажется, что все эти истории о смертельно влюбленных Желтковых, бедных Лизах – это просто красивые сказочки. И ничего общего с реальной жизнью они не имеют. Так что извините, Нина Афанасьевна, я как-то не могу относиться к этому серьезно. Ой-ой-ой, какие мы умные! Увень, Зяба! Зябликов, помолчи! Мне очень жаль, Аля, что именно ты так думаешь. Издревле мировая литература, а особенно русская классика, придавала очень большое значение теме жертвенности любви. Да-да, Аля, начиная со слова о полку Игоря. Спокойно, никто никуда не встает. Сидите. Что у нас завтра, суббота? Да, жаль, что у вас нет завтра моего урока. Но ничего, мы обязательно продолжим этот разговор в понедельник. А сейчас до свидания. А чего Широкова правильно говорит? Он у нас, Жон Леннон, влюблена в артиста Тихонова. Так что я теперь спички глотаю. СМЕХ 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 Зяба! Что? Вы скажи, я ее трогала? Я ее трогала? Я хоть слово ей сказала? Гаданский, ну какой отсюда? В космос ты курить? Ну, Анатолий, все трогай. Пошли, хоронить будем. Ты-то сочинение напишешь. Ну, мне как сдавать? Не волнуйся, я за тебя напишу. А Афанасьевна наверняка опять директриса посла. Ладно, пока. Алло. Ты чего тормозишь с варенками? Будешь брать или их Оксанке отдай? А-а-а! Галка не отдавай. Мне совсем немного не хватает. Я сегодня же деда или Марьянку наплеву. Посмотри, а то Ксюха уже мерила. Да быстрее, девочки. Нет, нет, человек. Ну да, в помощи. Мужчинник. Мужчинник! Ой, в принципе, Крис. Мужчинник, маленькая! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дедуль, у тебя бабки есть? Чего? Какие бабки? Чего случилось? Я говорю, я говорю, деньги у тебя свои есть? Это на что же? Мне галка джунсы предлагает, варёная. А у меня тети Мити не хватает. А школьник хватает? Тирик. У меня три ульника только. А ты Марьянку не спрашивала? У неё же финансы наши все. Ой, да ну её жмотину. Погодь! Чего скажу-то тебе? Ну? Аккурат, перед тобой отец звонит. Папка! Вы что ж ты молчал? А ты разве наш лоб ставишь? В Союзе уже! Отвоевался наш Соконик! Претел! А когда домой? Ну, обещал после Дня Победы явиться. Отпуск ему посулили. Ну, раньше свидать не получится. А ещё две недели ждать. Ну, тут девки поспоришь. Дело-то военное. Ты хоть сегодня бы посидела дома? Он может опять звонить будет. Что я ему скажу? Ёлка! Марьянка когда придёт? Так уже должна прискакать из поликлиники-то. Ты её подождёшь или обедать будешь? Я подожду, дедуль. Ну ладно. Так. Рики, моя девочка. Ты меня ждёшь. Ничего. Скоро бабка приедет. На брезентовом поле я сограю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле три Чапотских мудреца. Твердят, твердят к ней без конца. Опять без хлеба ешь. Я вот что придумала. Может, на выходные к тёте Наде поедем? В Припять? Что скажешь, Алевтин? Чего я там не видела? Как приедем, ты сразу к своему Игорьку бежишь. А мне что делать? К тёте Наде. Ага. Уже поженились бы вы скорее, что ли? Ну, это не твоё дело. Ну, я бы тебе порулить дала. Алька. А в школу? В завтраке Муза такая… вредина. А, да поезжай-то, Алька. Ну, проветрись, а чё… Ну, что ж тебе, Марьянов, справку что ли мне напишет? Ну, подумаешь, один день пропустишь, тебя прям сразу вычеркнут из пятёрочницы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Папа! Ой! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! Алька, это я! Папа, да! Я приехал! Да, дедуля уже сказала. Почему так долго? Как в школе? Тебя ещё не выгнали? В школе? Да нет, всё тип-топ. А как насчёт института? Конечно, буду поступать. Слушай, пап, мне тут варёнки предлагают, а Марьянка денег зажимает. Какие варёнки? Как какие варёнки? Ну, штаны по-ихнему, сваренные. Купим, купим. Хорошо. Только ты скорее приезжай. А где Марьяна? Она дома? Здесь она. Сейчас. Сдаю. Целую тебя, папочка. Давай, давай. Целую! Алло, пап! Привет! Ну, видишь, я прилетел. А ты волновалась? Ну, слава богу, что всё позади. Как у тебя дела? Да ничего, работаю. Молодец! Да, сейчас полегче стало. Ещё одного эндокринолога дали. Как дед? Дедушка? Как у него давление? Да, вчера мерила. Всё, в норме. Герой! Что ты, он у нас молодец. А мы тут думаем поехать на выходные к тёте Наде. Твою? Да, с Алькой. А Игорь там? Игорь? А при чём здесь Игорь? Нет. Ну, конечно. Конечно, Игорь здесь не при чём. Хорошо, папуль, сейчас передам. Всё, целую. Пока-пока. Алло! Алло! Аль, не трогай зеркало. Сколько говорить можешь? Думаешь, я не знаю, что ты скажешь своему Игорьку? Ах, я так не хотела ехать. Это моя неразумная Левтина меня надоумила. И совсем не похожа. Зато, когда папа приедет, я расскажу, что ты его сигареты курила. Не ври, я пацанам их таскала. Нет, курила. А зато ты? Зато ты ноги бреешь. Вот. Ну и дура. Сама ты? Алло. Ла, 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 ла. А моя сестранка ноги... А это ты во всём виновата. Быстрее, Марьяна, быстрее. Вот что нам теперь делать? А я откуда знаю? Это же тебя у нас учили на курсах машины ремонтировать. Только свечи менять у меня. Ну так меняй свечи. Так, а почему это мы стоим посреди дороги? Где ваш аварийный знак? Здравствуйте, товарищ милиционер. Да, здравия желаю. Вы же знаете, посреди дороги стоять нельзя, создаете аварийную ситуацию. Простите, а вас как зовут? Меня? Ну, да. Лично вас. Старший сержант Стригунок. Стригунок. Это ваше имя или фамилия? Аля. Фамилия моя. Обычная фамилия. Лёша зовут. Алексей, то есть. Ну, вот у меня Аля Фтильная. Ну, то есть Аля. Товарищ старший лейтенант Алексей Стригунок. Вы не посмотрите, что случилось с нашей машиной? Да. Да, конечно. Посмотрю. Спасибо. О, так у вас же бронепровод отошел. Ну, вот видишь, Марьяна, я же тебе говорила, что все дело в этом. Бронепровод. Вот, в бронепроводе. И что, заведется? Во, да. Сейчас попробуйте завести. Спасибо вам большое. А вы не подскажете, на Припять как лучше проехать? Там, говорят, объездная есть. Это вам через Чернобыль надо. Как раз мимо станции. Ну, спасибо вам, старший лейтенант Стригунок. Мы вас никогда не забудем. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Кто знает, может быть, судьба еще сведет нас. Что вытворяешь, дрянь такая? Ты где этого понахваталась? А я, я не понимаю, о чем ты говоришь. КОНЕЦ КОНЕЦ КАПРИЗНИЧ, ну, пожалуйста. Вот теперь уже точно придется здесь ночевать. Нет, ну надо же, почти доехали. Ты хоть помнишь, какой провод этот Стригунок трогал? Вообще-то я была уверена, что ты запомнила. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Алька, Рикки, выпусти. Пусть погуляют немного. Рикки! МУХТАР ЛАЕТ Как тихо. ВЫСТРЕЛ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Викки! Палька в машину! Викки! 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 Господи, что это? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Убрать! Убрать лиховушку! С чертовой батареей! Я не умею! Она оставалась! Давай! Давай! ЗВОНОК В ДВЕРЬ А-а-а-а! Марьяна! Давай, давай, давай! Давай! Давай, Вика! Давай, давай, давай! Стоп! Хорош! Хорош! Поехали! 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 Давайте! Поехали! Поехали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушка! Поехали с нами! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Приказ от штаба округа. Чего они там такое придумали? Мне, между прочим, с двенадцатого числа отпуск обещали. Отгоните машину. Дальше проезжай. Будет, будет у тебя отпуск. Ладно, Николай, тебе как моему заместителю открою военную тайну. Хотят вам в торжественной обстановке вручить боевые награды. Первомай на носу. Смекаешь? Только и всего. А ты чего хотел? Покажут вас по телевизору, а то. Пусть дочери посмотрят на своего героического отца. Так дочери-то мои, вот здесь, в Припяти, между прочим. У тетки двое уже в гостях. Ага. Вон и как. Ну, завтра к вечеру. Крайний срок послезавтра. Вместе и поедете. Да мне бы как-нибудь дать им знать, что я здесь. Нет, отпустить тебя не могу. У меня через полчаса совещание с полкомом, и ты мне здесь нужен. А дочерям записку напиши. Почтового голубя я тебе организую. А? И адрес не забудь. Давай, встал. Давай, встал. Давай, встал. Ну, вот еще и дома никого нет. Да что ж нам так не везет сегодня, а? Есть хочется. Я об этом даже думать не могу. Там голова болит. Еще и тошнит. Токсикоз. С ума сошла? Ты откуда вообще такие вещи знаешь? В школе проходили. Ну, Алька. Марьян, ты что ли? И Алька с тобой. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Валь. Ну, как вы поживаете? Да, сегодня почти всю ночь не спали. Чего? Да там на станции что-то загорелось. А, да, мы ее видели. Ужасный взрыв. Нам пришлось машину бросить. Еле добрались. Да вот в гости приехали, а дома нет никого. Мне ж Надежда ключей для вас оставила. Сейчас. Сейчас я приезжу. Марьяна. Ты чего? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рядовой Держаевн ваше распоряжение прибыл. Эх ты, Держаевн. Уж не потомок ли Гавриила Романовича? Поэту Державину не родственники? Никак нет. У меня деревня Державина называется, поэтому фамилия такая. Жаль. Вот, передай по этому адресу и скажи на словах еще. Скажи, что… что бы ждали. Есть. Разрешите выполнять. Выполняйте. Держаю. О, жених приехал. Здорово. Только дверь придерживает у нас сквозняки тут. Слушай, этих… Марьяну, псалька, куда подевал? Что, оставил там, что ли, в Припяти? Пусалька, а Марьяна разве не в Киеве? А ну, разминулись, выходит. Ну, ладно. Проходи. Пришлось добираться с попутками, объездными путями, с транспортом, черт что творится. Нет, ну, если бы я знал, что они еще вчера из Киева уедут, я бы, конечно же, их дождался. Ну, а сам-то чего сорвался? Да еще окружным путем. Я же вам говорил, Ирин Михайлович, у меня со вчерашнего дня преддипломный отпуск. Ах, отпуск. А, ну, это другое дело. А чего Марьянку не дождался? Она же себе на встречу поехала. Видите ли, у меня вчера… Возникли некоторые опасения. У нас на станции ночью произошел пожар. Ну, что-то вроде небольшой аварии, а… Как вы, наверное, помните, мой отец по специальности физик-атомщик. Так вот, он мне рассказывал, что подобные прецеденты уже случались. Понимаете? Люди гибли. Люди? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пася! 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 УДАР ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сергей! Варяна Николаевна, мы интенсивно. А вы почему здесь? Вы здоровы? Да, почему вы спрашиваете? А где Игорь? Как где? Он уехал? Куда? К вам, в Киев. У него же отпуск сегодняшний день. Да, я знаю, но мы договорились, что я сюда приеду. Странно. Он сказал, что ему нужно в Киев, потому что вы тяжело заболели. Я заболела? Да нет, здесь ошибка какая-то. Может, вы что-то не поняли друг друга? Или знаете, наверное, это я перепутал. Вы простите меня, пожалуйста. Просто видите, что творится, очень много работы. Мне нужно идти просить. Я сейчас сестру предупрежу и приду помогать. С девками моими ничего не случилось? Да нет, что вы. А чего ж ты не позвонил тогда? Я ж весь день при телефоне там. Да нет, я пытался вам звонить. Ну? Но связи не было. Представляете, во всем городе почему-то отключили международную связь. Да я бы сам никуда не поехал. Просто Серёжа сказал, что… Какой Серёжа? Да Серёжа мой коллега. Он сказал, что в больницу начали поступать пациенты с явным признакомом облучения. И много? А? Чего? Ну, этих, с признаками облучения. Да, много. Им приходится освобождать дополнительные палаты. Персонал просто с ног сбился. Что-то зябком не стало. Да, Варен Михайлович, я бы не хотел, чтобы вы меня неверно поняли. Я только закончил институт, у меня совсем нет опыта. Не думаю, что я был бы ему там чем-то полезен. И потом, у меня совсем другая специализация. Я педиатр. Я должен лечить детей. А этот… Серёжа, который он… Чего, врачи? Врачи тоже? Да. Гинеколог. Гинеколог. А ты, значит, в отпуске? Гинеколог. Вы, наверное, меня осуждаете. Я тебя щас щами суточными кормить буду, проголодался, небось, от больных-то бегаючи. Я ж сказал, что сквозняк. Деда, Дидочка, пока меня не будет, Грешке скажи, чтобы мопед не трогал. Слышишь? Слышишь? Это ведь угробит машину, сервец. Васька, Роденькин! Санечка, ты не надо тебя, не надо тебя беруться умой, не надо. Ты это, ты, ребёночка, береги. Я уберегусь, слушай, ты себя не бережусь. А чего ты в Москву? Может быть, ты дома бы отлежался? Ничего. Хорошо, я в столице побываю, Грешке. Случай будет. Поехали. Спасибо! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доктор, здесь человек у клоков. Сейчас. Сейчас, сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Товарищ майор просил еще передать, что… Чтобы дождались. Все. Стой! Куда ты пошел? Я тебя отпускала? Не понял. Ты сегодня обедал? Нет, не успел еще. Ну, вот и хорошо. Это моя сестра в больницу ускакала. А я одна есть не могу. Так что пойдем. Ну, я тоже не могу. Меня в части прибьют. Кто? Мой папа? Нет, сержант. Слушай, мой папа, он поважнее любого сержанта. Так что пойдем. У меня торт есть. А ты бери еще. Не стесняйся. Нет. Почему? Сестре не останется. Да останется ей. Смешная ты. А кто с тобой в Киеве еще живет? Дедушка. А мама? Мама умерла давно уже. Мама. Прости, я не знал. Да ничего. Это давно было. Я ее не помню даже. Вот. Часы от нее остались. Может, еще чаю? Не-не-не, спасибо. Все, я сейчас посуду помою и пойду. Посуду он помоет. Этого еще не хватало. Я и сама ее вымою. Ты правда какой-то странный. Дядь! Почему странный? Просто я не городской. Не городской. Может, ты там у себя чем-то увлекался? Ну, есть ли у тебя какие-нибудь пристрастия? Я не знаю. А может, ты живописью интересуешься? Или театром? У нас в пощелке не было никогда театра, только клуб. А, музыка! Тебе нравится современная музыка? Modern Talking, Duran Duran или наша группа кино, например. У вас в клубе. Крутили Цоя. Ну, слышал. Эх ты, слышал. Сейчас от них вся современная молодежь тащится. Знать надо! Сейчас, слушай. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да! Ведь я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Ну что, тебе понравилось? Понравилось. Ну, вообще-то я и классическую музыку люблю. Дедушка рассказывал, что когда мама пела песню с Ольвик, я плакала всегда. Смешно, да? Ну, почему смешно? Григ – великий композитор. А ты знаешь музыку Грига? Сыграй. Сыграй. Дай. Сейчас, дай. В, друзья, я просто... Я спройду. Дай. Дай. Дай, дай. Ага. Дай, дай, дай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приходи завтра к нам Если хочешь, конечно Ну, меня не отпустят А ты моему папе скажи, а с папой обязательно отпустят Чего я тебе скажу Что? Вас совсем никогда не отпускают? Нет, отпускают там К парням, мамы один раз приехали, сестра его отпустили А хочешь, я скажу, что я твоя сестра Ну? Ну, у меня же нет никого. Ой, извини. А если бы, к примеру, приехала твоя невеста, тебя бы отпустили? Ты, что ли, невеста? А хоть бы я. Если хочешь, конечно. А что ты на меня так смотришь? Я так не могу шутить. А ты не шути. А тогда не поверят. Почему? Потому что… Почему не поверят? Нет, ты давай говори. Почему не поверят? Потому что. Потому что… Почему? Потому что мы с тобой даже ни разу не целовались. А это… это обязательно? Да, это обязательно. Так положено. Что, слабо? Не? Да. А вот и нет, пожалуйста. Ну что? И кому из нас слабо? Я просто не хочу, чтобы вот так. Вот как? Шутку. Ладно. Давай по правде. Совсем глупый. Я? Нет. Я отличница. Хорошо, если по правде. То мне всегда хотелось, чтобы у меня кто-нибудь был. Ну так и что же тогда? Я же серьезно. Подожди, а ты не передумаешь? Что? Ну то, что мы сейчас говорили. Вот еще что. Я что, на маленькую похожа что ли? Подожди, тогда я о тебе заботиться буду? Заботиться обо мне будешь? Ну да. А если тебя не отпустят, как ты будешь обо мне заботиться? Ну тогда я думать о тебе буду. О! Думать она обо мне будет. Думать я о тебе буду. Можно? Можно. Можешь прямо сегодня начинать обо мне думать. Можешь прямо сейчас начинать обо мне думать. Это надо. Подожди, я с тобой ходу. Уезжай. Все, тебе дальше нельзя. И что же теперь, когда мы увидимся? Я приду. Я как только смогу, сразу приду. Только, пожалуйста, не передумай, ладно? Я же обещала. Все. Все. Ой, подожди! Чего? А самое-то главное забыли? Чего? Поцеловаться. Нам теперь положено. Да. Угу. Нет, видишь, уже кто-то лучше, да? Да. Все. Подожди, а зовут ты тебя как? Паша, Павел. А тебя? Алифтина. А только ты зови меня Алей. Хорошо. Все. Все. Пока, Павел. Аля. Алечка. Аля, это я тебе Аля. О, Алечка. Алечка. Что случилось? Марьянка сейчас где? Марьяна в больнице. Там, говорят, пожарных пострадало много. А, вот-вот. Ну, в общем, нету там сейчас никого. В Москву их всех отправили. А Марьянку зачем в Москву? Да что случилось-то, тетя Валь? Ну, в общем, кум мой приехал из Борисполя. Он отвозил туда, в аэропорт этих пострадавших всех. Ну, и рассказывает, что врачиха одна, не здешняя, молоденькая. И зовут ее, как наша, Марьяна. Что? Возле самого самолета возьми-то и дашься в землю. Упала что ли? Упала. И кровь из нос пошла. К чему кровь? Заразилась она. От этих вот, что со станции привезли. Ничего не понимаю. Чем заразилась-то? Атом в воздухе летает. И вот эта атомная болезнь всех сейчас подчистую косит. Ой, господи. Я 24,5. За занятий выполнил. Останься. Останься. Слышишь, товарищ майор? Ну? Ну-ка послушай. Не грусти, винтокрылый, мой друг, не грусти, Что красивые песни не нам посвящают. Я стихи тебе написать обещаю, Только ты мне винтами мотив Насвистит. Насвистит. А? Как? Терпимо. Ни хрена вы, товарищ майор, в поэзии не спислите. Не нравится мне это. Да? Что, по-моему, нормальные стихи? Кузя, стихи хорошие. Я бы сказал, даже замечательные стихи. Мне вот это затишье не нравится. Не понимаю, почему приказано прекратить засыпку реактора? Ну, начальство-то виднее. Ты думаешь? А то. А вот и начальство. Не иначе как модельки сейчас раздавать будут. Слушай, ну ты гитарку убери, Погласился хоть блин на сцене. Мне как, Николай? Мне только что звонили штабы. Наверху решается вопрос об эвакуации города. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас знаю. Вас ведь Али зовут? Да. Али. Скажите, что случилось с моей сестрой? Вы простите, что я здесь? Просто устал. Рентген-кабинет сейчас, пожалуй, самое безопасное место в больнице. Что с моей сестрой? Да-да-да. С Марьяной. Николаевной. И, знаете, у нее вдруг обнаружились признаки лучевой болезни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что это значит? Это очень опасно? Я думаю, что повода для беспокойства особого нет. И в контакте с больными были кратковременные. Сергей Алексеевич, включите радио. СИГНАЛИЗАЦИИ В городе Припять Складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Объявляется временная эвакуация. Рекомендуется. Рекомендуется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор Павлова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok